на портал экзегет поступают вопросы и мы пытаемся на них ответить расскажите пожалуйста подробнее об ангелах как мы о них узнали кто они такие интересно действительно вопрос но подробно мы не сможем с вами поговорить именно об ангелах не потому что это целый курс отдельной науки ангиология то есть тот богословский раздел на который изучает бытие существование ангелов абсолютно все святые отцы писали в свое время мне об ангелах мы говорим что ангелы были сотворены до того как господь творит эту землю не разделение на небо и землю у многих авторов мы с вами знаем что подразумевается небо это небесная иерархия земля это в общем то все что вещественное было сотворено богом но это одно из определений ангел наименование она встречается естественно священописание причем довольно часто обозначают именно вестника вестника который возвещает волю божью это наименование указывает скорее всего не на природу она служение ангелов в этом мире в самом писании есть прямые указания на такое именно понимание термина но вот пожалуйста в послании к евреям апостол павел пишет служебные духи посылаемые на служение для тех которые имеют наследовать спасение вот так же именно и обозначает апостол павел именно наименование ангел в православном богословии богослужебных текстов обычно ангелов называют умными силами об этом ясно говорит и святитель григорий богослов именуя ангелов именно вторичными светами то есть здесь свет божественный а ангелы не первичный свет это божественный свет а ангелы это вторичный свет по наименованию святителя григорий богослов которые отражают этот свет меня именно нисходящий или не спосылают этот свет божественный свет, нетварный свет, нисходящий от самого Бога. А вот преподобный Иоанн Дамаскин указывает, что ангелы – это вторые светы, умные, заимствующие свой свет от первого и безначального света. Это именно то, о чём мы с вами, в общем-то, сказали. Для того, чтобы немножечко разуметь, кто же такие ангелы, давайте скажем о природе ангелов. В святоотеческом богословии присутствует множество примеров определения того, что такое ангелы по своей природе. Ну вот, к примеру, преподобный Иоанн Дамаскин говорит следующее. Ангел есть сущность, одарённая умом, постоянно движущаяся, свободная, бестелесная, служащая Богу. И вот далее он очень важно делает дополнение, указывая как бы на трудность более точного формирования этого определения. Один только творец знает вид и определение этой сущности. У Блаженного Августина мы читаем определение ангелов как простых духов, то есть он указывает, что ангел относится к роду деятельности, а, в общем-то, не обозначает природу. Действительно, мы можем констатировать, что служащие духи у Господа – это те ангелы, и мы видим их действия. Мы не можем познать их природу, не можем познать сущность, но мы знаем, что в отличие от Бога, который является вездесущим, ангел не может одновременно присутствовать в разных, в общем-то, местах. Значит, плод его, значит, состояние природы его ограничено, и он тоже является творением Божиим. Говоря о ангелах, мы с вами должны отметить следующее, что ангелы являются по воле свободными существами. И если бы это было не так, если бы Господь не сотворил их свободными, то, естественно, не было отпадения деницы верховного архангела, верховного ангела от числа тех служащих Богу ангелов, которые сотворил Господь. Вот говоря о свободной воле, мы обращаемся к тому же преподобному отцу Иоанну Дамаскину. Он говорит, что ангелы наделены разумной и свободной волей. В свою очередь, разумность и свобода воли традиционно рассматриваются в отношении к человеку. Но у святых отцов проявление именно свободной воли по отношению к ангелам тоже, в общем-то, мы с вами встречаем. Творец ангелов, приведший из несущего в бытие, создавший их по образу своему. По образу своему это вот Иоанн Дамаскин как раз и указывает на его, в общем-то, свободу. Преподобный Анастасий Синаид тоже придерживается этого мнения и говорит о свободной воле ангелов. Значит, ангелы являются свободными служащими духами и являются личностями, которые могут проявлять именно свою свободную волю по отношению к Богу, о чём мы с вами чуть выше об этом уже сказали. Но говоря о время творения ангелов, мы с вами уже затронули этот вопрос, и большинство отцов считают, что ангелы были сотворены раньше первого дня творения, об этом говорит и святитель Григорий Богослов, и Иоанн Дамаскин, блаженный Феодорит говорит, что ангелы были сотворены одновременно с началом творения. Но мы знаем, что Бог пребывает вне времени, и поэтому здесь мнения не расходятся, не расходятся с святыми отцами. А вот интересный вопрос, который мы должны с вами затронуть, наверное, он будет, в общем-то, интересен абсолютно всем. Это количество ангелов. Ангелогия тоже говорит и об этом вопросе. И вот что говорит Священное Писание о количестве ангелов, мы с вами не знаем, потому что напрямую ничего не сказано. Но абсолютно все святые отцы, правда, за исключением святителя Григория Низкого, говорят, что число ангелов неизвестно, но оно стабильно, т.е. оно уже не изменяется. Т.е. с того момента, когда ангелы были сотворены Богом, их число становится неизменным. Но Григорий Низкий говорит о каком-то таинственном преумножении ангелов и ссылается, в общем-то, на Священное Писание, на книгу пророка Даниила, где пророк Даниил говорит следующее. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред Ним. Святой Отец именно из этого выводит количество ангелов. Святые отцы, ссылаясь на Священное Писание Нового Завета, на притчу о потерянной овце, прозревая и именно духом предвидя толкование этого отрывка, говорят, что количество ангелов в сто раз превосходит количество человек на момент Второго пришествия. Т.е. вот есть и такое у нас с вами утверждение. Ну и последний вопрос, который бы я хотел здесь осветить, это ангельская иерархия. И то осветить это будет очень громко сказано, я только хочу затронуть этот маленький момент и отправить вас всё-таки более подробно прочитать курс богословия, который так и называется – ангеология. А вот об ангельской иерархии мы с вами должны сказать следующее, что мир ангелов, он устроен очень иерархично. И вот эта иерархия, она уже описывается в Священном Писании. В Священном Писании об иерархии мы читаем следующее. «Им создано всё – престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, это перечисление наименования ангелов, превыше всякого начальства, власти и силы и господства, ни ангелы, ни начала, ни силы, которому покорились ангелы и власти и силы, я просто перечисляю несколько фраз, вы более подробно об этом сможете прочитать, упоминаются абсолютно все роды ангелов – Херувиме, Серафиме, Архангелы. И вот данные тексты свидетельствуют об иерархичности ангелов и называют некоторые чины этих ангелов. Традиционно на основании слов апостола Павла из послания к Ефесиным предполагать, что есть чины ангельские, наименование которых нам неизвестно. И поэтому, естественно, за скобками богословия мы оставляем это наименование. Но всё то, что нам открыто, мы имеем право с вами говорить. И вот в православной традиции ангельская иерархия понимается как девять чинов, которые делятся на три так называемые триады, то есть три группы по три ангелов. И смысл этих иерархических отношений на самом деле не в подчинении, а в благодатном освящении чинами ангельскими рода человеческого. То есть Бог через ангелов помогает нам на этом жизненном пути выполнить ту миссию, которую мы с вами, благодаря которой мы с вами здесь существуем и для которой, в общем-то, мы и созданы для словословия Бога и для разделения с Ним радости. Быть сорадованниками самому Богу. В этом нам помогают на жизненном пути наши с вами ангелы. Не только хранители, но и весь, в общем-то, иерархический строй ангелов. Обратитесь к ангеологии, и вы обязательно откроете для себя удивительный мир ангелов. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok